всем полуночникам доброй ночи по традиции выходим и говорим о чем-нибудь полезным не больше чем 15 минут таким образом как бы и польза и чтобы не перенапрягаться да значит тема которая была заявлена это какие факторы могут влиять на неправильный прикус и самым первым и наверное очевидным как казалось бы фактором является наследственность то есть в геном человеческий заложено много чего да там цвет глаз цвет волос группа крови и так далее и что-то может иметь генетический характер например количество зубов есть такие патологии которые характеризуются качеством костей количество пальцев и умственными способностями в общем гены играют роль но тогда хотелось бы сказать что значит ли у всех значит ли у всех у которых здоровые родители должны быть здоровые дети но это не всегда так добрый вечер это не всегда так почему потому что роль в неправильном прикусе играет также привычки которые человек имеет что это могут быть за не при за привычки это положение вынужденное положение челюсти то есть люди которые делают уроки домашние задания к примеру они имеют вот такую вот привычку и они нижнюю челюсть задвигают к саде есть дети которые когда делают домашние задания грызут ручку карандаш и характерные следы даже если родители не видят этот процесс они могут увидеть что на канцелярии ручка или карандаш покусаны зубами это вредная привычка от которой надо избавляться вредные привычки могут быть также когда человек закусывают губы например атака то есть это тоже не характерно людям они должны рот держать закрытым если такое происходит то они закладывают свою губу под верхние зубы и все также либо выдвигают верхнюю челюсть впереди либо задвигают нижнюю к заде положение во сне играет тоже важную роль когда ребенок спит преимущественно на спине то у него голова закидывается назад язык опускаюсь вниз приоткрывает рот почему так происходит потому что если язык опускается вниз то для того чтобы человеку совершать дыхательные движения нужно открыть рот чтобы высвободить это как в отверстие для этого и поэтому открытый рот тоже будет причиной либо открытого прикуса либо дистального прикуса когда нижняя челюсть отходит к заде затем будет нечестно сказать что все таки носовое дыхание это правильное развитие 2 3 лица и гармоничные ноздри ну который тоже есть бывает маленький носик у людей это тоже может быть наследственный фактор то такая красота но часто это сопровождается в том случае если ребенок не дышит носом у него носовые пазухи не развиваются и от этого сужается ниже второй отдел и будет недостаточность места на верхней челюсти после этого когда мы поняли что носовое дыхание такое важное мы просим ребенка закрыть рот и перестроиться как бы на правильную такую жизнь дышать носом и закрыть рот то есть когда ребенок считает мы его просим такой тест посчитать до пяти то мы можем определить сколько вдоха у него и какой вдох осуществляется каким органом носом или ротом когда ребенок находится за столом то есть это тоже важно его осанка мы об этом уже говорили как он сидит то есть а ну да еще есть там как мы говорили про предметы есть дети которые сосут свои пальцы таких случаях кто-то сосет соску очень поздно лучше до двухлетнего возраста уже отходить от сосок и даже переключать как можно чаще на поилки или на есть такие поилки с как не проливайка немножко плоская это я думаю будет пост и тогда можно будет увидеть то есть как можно чаще предлагать ребенку чтобы он переходил из сосок до чтобы он переходил на другой вид питания то есть это будет не сразу ему один раз предложат второй раз потом когда у него получится нужно как-то это подбодрить обычно эмоциональный окрас дает очень хорошие результаты когда родители радуются успеху ребенка ему это тоже подбавляет интереса процесса вот значит все бы так бы хорошо значит проблема которая у детей возникает и не замечена родителями это это прямо может не сто процентов но девяносто девять что это будет неправильный прикус почему один процент поставили вот полить почему один процент доставили этот процент на то что вредный фактор он не будет регулярным то есть такой один раз произошло ребенок попробовал ручку не был замечен что там погрыз карандаш но это быстро ушло то есть таким образом можно сказать что один процент можно было бы оставить на то что такая погубная замеченная ошибка она не приведет к неправильному прикуса если это действие регулярно это точно будет вести за собой перенапряжение мышц и недоразвитие тоже мышц и таким образом получится как это неправильный прикус и вот самое интересное дальше есть такие люди есть такие люди у которых хорошая генетика нету вредных привычек но и они тоже подвержены неправильному прикусу что же это это дети родители которых имеют неправильные привычки дети способны считывать поведение родителей с помощью зеркальных нейронов такие связи в мозгу которые на себя перенимают увиденную информацию то есть они как бы просто это видят но фактически переживают и воспринимают мир через призму этого увиденного как это происходит это когда кто-то зевает сейчас уже нельзя увидеть в транспорте вот добрый вечер когда кто-то зевает в транспорте примеру и нам тоже хочется зевнуть ну или дом из домашних это будет объяснено тем что мы увидели и как бы прожили вместе с ними с этими людьми которые делают что-либо это функция нашего мозга называется зеркальные нейроны и значит это был где-то 70-ый год когда итальянский нейробиолог это кстати он родился в киеве когда он это исследовал на примере макак у меня уже сегодня несколько запросов для прямого вихира но я их записываю еще не умею резать поэтому давайте я договорю а потом я соединюсь чтобы у меня была возможность вас обрезать как вам идея спасибо за приглашение вот то есть вот эти зеркальные нейроны они дают то самое подспорье из-за которого дети унаследуют родительские неправильные привычки что же это за привычки когда дети не видят как кушают родители то есть родители кушают когда дети их не видят и дети не могут увидеть как это делать правильно и они просто глотают они могут пищу не пережевывать они могут ее глотать неправильно неправильно глотать это вот так и дальше то есть мы уже писали и говорили об этом настолько важно правильно долго шибать это сложно выполняется но как бы мы об этом должны помнить и стремиться к лучшему будем это так называть значит если дети не видят как родители кушают как это делать правильно то они выбирают неправильный путь не пережевывают пищу глотают ее либо глотают неправильно они выбирают это пищевое поведение когда нарушена да то есть если они видят что родитель постоянно там не знаю берет быстрый углевод или булочку и вот такое вот неправильное постоянное созерцание пищевых привычек приводит к тому что дети сами того не понимая перенимают это желание питаться неправильно с этим и лишний вес сахар и другие патологии вот поэтому очень интересно для тех родителей которых есть неправильные привычки корректировать их потому что дети они все равно будут на нас похожи и если мы будем транслировать им неправильный пример то зеркальные нейроны переведут это все насчет деток и детки будут с такими же неправильными привычками вот то есть мы поговорили о том что первое это генетический фактор второе он огромный это неправильные привычки детей поговорили что они могут касаться питания сна времени за уроками когда они берут канцелярию когда сидят неправильно и это зеркальные нейроны детские которые считывают неправильное поведенческие механизмы родителей и таким образом и таким образом получают неправильный прикус вот мне было приятно с вами общаться немножко не получилось немножко не получилось выйти раньше потому что мало не захотел засыпать вот так что я буду буду заканчивать сергей вы из тоже случайно нажали кнопку или нет я вижу что мне есть запрос я только видела что виталина тоже нажала запрос и я теперь она нажала случайно поэтому я вот и спрашиваю будем прощаться или есть какие-то вопросы ну давайте сергей вас это приму на на эфир а так это я у вас буду транслироваться я не хочу у вас транслироваться а это просто случайно получилось это хорошо а то я не знаю она же у меня потом должно сохраниться я великий блогер и пишу на правильные темы и пытаюсь теперь уже говорить на правильные темы спасибо взаимно очень приятно что поддерживаете я думаю что такие встречи они будут очень короткими и полезными надеюсь очень содержательными и применимыми для нас и деток все всем спокойной ночи до свидания